В блаженном неведении принц Гарри и Меган Маркл живут, по словам королевского писателя Роберта Джобсона, в отношении того, какой хаос они, герцоги Сассекские, создали для британской королевской семьи своими многочисленными громкими заявлениями. Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри и Меган Маркл попросили встречи с королевой Елизаветой II, чтобы представить ей свою дочь Лилибет Диану, а заодно и о том, чтобы королевское семейство разрешило и организовало Кристины и их дочки в соответствии со всеми канонами крещения детей из семейства британского монарха. Причем Кристины Сассексы желают по первому разряду в Виндзоре с крестильной купелью, наполненной водой из Ярдана, архиепископом Кентерберийским, королевской крестильной рубашечкой и в присутствии членов королевской семьи, включая ее величество. Королевский писатель Роберт Джобсон обвинил пару, оставившую королевские обязанности в прошлом году для новой жизни в Калифорнии, в захватывающий дух наглости в уверенности в своих правах. Гээн Джобсон утверждает, что Гарри и Меган, похоже, блаженно не подозревают о том хаосе, в который их поведение вергло королевскую семью. В интервью для Daily Mirror Роберт Джобсон заявил, пара, которая в последнее время очень громко выступает в средствах массовой информации из своего калифорнийского особняка, держит Лилибет подальше от посторонних глаз и ревностно охраняет ее конфиденциальность. Теперь ходят разговоры, поскольку она уже старше, чем был ее брат Арчи, когда его крестили, что Сассексы настаивают на проведении церемонии в частной часовне Виндзорского замка. Гээн Джобсон продолжает, некоторым может показаться захватывающим дух чувства собственного достоинства герцога и герцогини Сассекских, которая больше похожа на наглость. Они, кажется, блаженно не осознают того хаоса, в который их поведение вергло королевскую семью, королеву и монархию. В конце концов, их отношения с семьей с тех пор, как они ушли с должности работающих членов королевской семьи и их готовность выпалить оскорбительные претензии по телевидению, оставили свои глубокие шрамы. Комментарии Гэна Джобсона последовали после сообщения о том, что Гарри и Меган могут в ближайшие недели прилететь в Великобританию, чтобы познакомить королеву с ее правнучкой Лилибет и крестить ее в Виндзоре. Источник сообщил изданию The Sun. Гарри и Меган обратились к королеве с подобной просьбой, но многие, в том числе персонал дворца, удивлены подобным самомнением и самооценкой Сассексов. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это захватывает дух, учитывая то, через что они заставили ее пройти в нынешнем году. Персонал ее величества до сих пор не ответил. Придворные удивлены самой мыслью о подобном визите, особенно с участием Меган, если учесть все, что она натворила. От чего еще пришлось отказаться герцогу и герцогине Кембриджским по велению Елизаветы II? Британское королевство, как известно, с особым трепетом относится к традициям и старается их соблюдать. Но, к сожалению, в последнее время от многих ритуалов приходится отказываться из-за повисшей над всем миром пандемии COVID-19. Так, герцог и герцогине Кембриджский и их дети в следующем году остаются без важной традиции празднования дня рождения. Ежегодно в честь дней рождения всех старших членов британской королевской семьи в Вестминстерском аббатстве, традиционном месте коронации, венчания и захоронения монархов Великобритании, звучит колокольный звон. По сообщению инсайдеров, на 2022 год церковь меняет расписание звона колоколов и отныне традиция будет продолжена только в дни рождения королевы и принца Уэльского. Колокольный звон аббатства можно услышать перед богослужениями и в дни церковных праздников. Колокола также традиционно звонили в честь дней рождения старших членов королевской семьи, рассказал представитель церкви известному британскому изданию. Из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19, по согласованию с Букингемским дворцом, колокола теперь будут звонить только в дни рождения Ее Величества королевы и его королевского высочества принца Уэльского, добавил источник из Вестминстерского аббатства. Таким образом, вся семья принца Уильяма в следующем году будет лишена одной из важнейших привилегий членов королевской семьи. Колокольный звон Вестминстерского аббатства также отменяется в дни рождения младших детей Елизаветы Айай принца Эндрю, принца Эдварда и принцессы Анны, а также в отношении супруги принца Чарльза, герцогини Корнуольской. Традиционный колокольный звон в Вестминстерском аббатстве был приостановлен с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Первым за 1,5 года удостоится этой чести принц Чарльз, которому 14 ноября исполнится 73 года. В соответствии с новыми правилами, установленными королевой Елизаветой II на следующий год, в расписание не включен 40-летний юбилей Кейт Миддлтон 9 января, 62-летие принца Эндрю 19 февраля. Несмотря на то, что многие считают королеву баснословно богатой дамой, Елизавета II не входит даже в сотню богатейших людей в Великобритании. По последним данным ее состояние оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов. Основным добытчиком в королевской семье всегда была и остается до сих пор ее величество. Уступает ей по уровню заработка принц Чарльз, состояние принца Уэльского оценивают в 400 миллионов фунтов стерлингов. Пандемия внесла свои коррективы в экономику всего мира. Разумеется, недополучила финансирование и британская королевская семья, дефицит финансов БКС составил порядка 45 миллионов долларов, по данным журнала Forbes. Однако, несмотря на существенную дыру в бюджете, королева не стала запрашивать дополнительные средства у казначейства. Последние годы в британской королевской семье наметилась тенденция на сокращение количества старших членов королевской семьи. Особенную приверженность этому направлению демонстрирует принц Чарльз, который выступает за оптимизацию расходов на содержание БКС. Но королевские эксперты уверены, что помимо чисто финансовой необходимости, этот шаг также важен для сохранения контроля над репутацией. Меньше народа, больше контроля. Но, по всей видимости, дела постепенно приходят в норму и финансовая стабильность королевской семьи тоже начинает восстанавливаться. На прошлой неделе Королевский фонд опубликовал отчет о доходах Читы Кембриджских, которые за 2021 год заработали 11,8 миллионов фунтов стерлингов. За тот же период 2020 года их доход составил 6,68 миллионов фунтов стерлингов. Королевские эксперты назвали эту ситуацию «эффект Меган». Ведь именно после ухода с Ассокских с поста старших членов королевской семьи популярность британской монархии достигла небывалых высот. Так что, несмотря на все потуги Меган и Гарри, королевская семья и репутацию сохраняет, и благосостояние приумножает. По данным Международного консалтингового агентства Brand Finance, если бы такой бренд, как британская королевская семья, вышел на рынок, то его стоимость, по самым скромным подсчетам, составила бы 67,5 миллиардов фунтов стерлингов. Надо отметить, что несмотря на колоссальные затраты Великобритании на содержание монархии, так называемая фирма все же далеко не убыточна для своей страны, а даже вполне прибыльна. Ведь помимо влияния на туристическую сферу, монархия напрямую влияет на экономическую привлекательность многих компаний. Взять хотя бы королевский Royal Warrant Награда, которая свидетельствует о королевском одобрении и получении контракта на предоставление товаров и услуг. А также возможность открыто говорить о том, что товарами конкретного бренда пользуются члены королевской семьи. Взять хотя бы Джанни Волкер марка шотландского виски, уже много лет удостоенная королевского знака качества. По мнению финансовых аналитиков, Royal Warrant в среднем увеличивает прибыль удостоенной его компании на 10%. Кроме того, Елизавета II весьма внушительную часть своего дохода получает от герцогства Ланкастер около 20 миллионов фунтов стерлингов, причем по закону налогом этот доход не облагается. Однако Ее Величество добровольно выплачивает налог начиная с 1993 года. Примеру матери последовал и принц Чарльз, который получает доход от герцогства Корнуолл. Состояние принцев Уильяма и Гарри несколько скромнее всего по 30 миллионов фунтов стерлингов. Причем львиная доля состояния досталась им от прабабушки Елизаветы Боуслайн и их матери принцессы Дианы, которая свой капитал, к слову, сколотила исключительно за счет королевской семьи, а если точнее, то развода с принцем Чарльзом. А еще принцы унаследовали от принцессы Уэльской коллекции украшений, стоимость которых точно неизвестна, но сумма, думаю, весьма немалая. Кейт Мидлтон вошла в семью с довольно внушительным приданым 10 миллионов фунтов стерлингов. А вот Меган из них из всех оказалась самой бедной родственницей, ее приданное составило 5 миллионов фунтов стерлингов. Зато, как говорится, кровно заработанные. Туризм, торговля, модное влияние членов королевской семьи, патронаж благотворительных организаций, СМИ и телевидение – все это сферы влияния БКС, которые, по предварительным данным, приносят британской экономике порядка 2 миллиардов фунтов в год. Помимо очевидных источников дохода у королевы Елизаветы есть и более приземленные виды заработка. Например, в садах Виндзорского замка ежегодно выращивают пуансетии, большая часть из которых идет на продажу. А еще у охотничьих собак Ее Величества стабильно случается потомство, которое оценивается соответственно королевскому происхождению монарших питомцев.